Накопительная пенсия превратилась сегодня у нас в фикцию. Ее размер, мы в ближайшее время будем рассматривать бюджет фонда, пенсионного фонда, она составляет в среднем около 900 рублей. Поэтому неудивительно, что подавляющая часть граждан, которые выходят на эту самую пенсию или получают на нее право от нее, отказываются в пользу единовременной выплаты. Получают те деньги небольшие, ну и потом их проживают. Естественно, та цель, которую правительство, напомню, ставило в начале 2000-х годов, о том, что пенсионные накопления, вот эта вот накопительная часть, она резко увеличит пенсию Российской Федерации, они обернулись пшихом по разным причинам. Большое количество этих вот негосударственных фондов, которые гоняли деньги туда-сюда, почти 5 триллионов рублей, которые банкротились, исчезали. И в результате вместо роста пенсионных накоплений граждане, в лучшем случае, многие граждане, в лучшем случае получили номинал. То есть ровно рубль они отложили, и рубль они уже государство вернуло. Только через несколько лет, естественно, с учетом инфляции, та сумма, которую они откладывали, гораздо в меньшем выражении в части покупательской способности. Но мы говорим об этом не так, о проваленной реформе, мы говорим о том, что вновь нечто подобное сегодня правительство Российской Федерации готовит. Оно не рискнуло внести этот законопроект накануне выборов, но сейчас мы с вами получим. И уже было озвучено мнение одного из руководителей Центробанка о том, что уже пенсионерами нынешними заниматься бесперспективно. Они все равно будут получать нищенскую пенсию, на которую с трудом будут выживать. Ну а те, кто хочет больше, да, для тех вновь появится механизм откладывания средств от собственной зарплаты. Видеуменьшение там подоходного налога, либо каких-то и других механизмов в ближайшее время мы увидим. Но при том же варианте и механизме страховки со стороны государства, который был до этого, ничего путного не выйдет. Когда государство не может и не хочет гарантировать хотя бы минимальный на уровне процентной ставки, который у нас регулярно фиксируется инфляцией на год, это рост соответствующей пенсии. Это будет точно такой же обман граждан. И то, что мы сегодня принимаем, да, пока это не касается того законопроекта, который, я уверен, будет проведен через Государственную Думу, но на будущее он будет точно так же работать. И увеличивая период дожития, необоснованно, на наш взгляд, мы будем уменьшать вот эту самую выплату накопительную, если она будет в итоге. А то, что цифры некорректны, я думаю, в ближайшее время это докажем. К большому сожалению, ковид убивает сегодня наших граждан, в огромном количестве, особенно пожилых. Тем самым, конечно, экономия происходит в кавычках для пенсионного фонда, в кавычках, вы сами понимаете почему, потому что это неправильно. И все, что нас ждет, это все будет впереди. Мы не будем поддерживать данный законопроект, проголосуем против.